МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады вновь приветствовать наших зрителей в эфире программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Наши авторы подготовили этот выпуск специально для вас и в ближайшее время, как всегда, расскажут о самых важных событиях Рязани. Смотрите сегодня. Жителям поселка Карцево перекрыли пути отхода. Зачем было запрещать проезд по альтернативной дороге? И что из этого вышло? В Рязани полицейские задержали участников организованной группы, наладившей производство и реализацию фальсифицированного алкоголя в регионе. Правильно воспитываем будущую сборную России по футболу. Юные спортсмены вышли в полуфинал открытого чемпионата. Закрашивали, ломали и выкапывали столбы с дорожными знаками жителей поселка Карцево. Задержанные мужчины признались, что установленные знаки мешали их движению по стандартному маршруту. Поэтому они приняли решение вот таким вандальным методом открыть себе дорогу. Поймать злоумышленников полицейским труда не составило. Как в лучших комедийных фильмах. Молодых людей разоблачили по неотмытой краске на руках, такой же, как на знаках. На самом же деле о правильности установки дорожных знаков, запрещающих въезд на дорогу, ведущую из Карцево в Новоселке, именно в этом месте можно поспорить. Местные жители обратились в редакцию нашего телеканала со своей проблемой. В начале прошлой недели на этом месте появились знаки, запрещающие передвижение автомобилей по этому участку. А уже 18 августа, после того, как знаки были снесены горожанами, тут появились физические препятствия. Ситуация продолжается до сих пор. Перекрыл ГИБДД. Вроде сначала здесь повесили объявление, что выписали предписание администрации города. Должны ремонтировать. То есть до, так сказать, до устранения недостатков эта дорога закрыта на данный момент. Многие вот сейчас даже видели газовую службу подъехала, развернулась, поехали через город. Да, многие машины разворачиваются, другие объезжают эти барьерные ограждения по обочине. Третьим автомобилям просто необходимо попасть на стройку, которая как раз расположена посередине этой дороги, которая так полюбилась местным жителям. Напротив стройки и вовсе находятся артезианские скважины, которые помогают снабжать город питьевой водой. И тем, кто их обслуживает, также придется совершать крутые маневры. И если вокруг этого участка уже не первый день разгораются нешуточные страсти, значит, дорога рязанцам действительно нужна. Это самый близкий путь, чтобы попасть в Новоселки. В Новоселке, вот, здесь близкий самый путь, ну, 2 километра. Альтернативная дорога такая же, 6,5 километров через Вишневку. Можете посмотреть ее состояние, оно нисколько не лучше этого. Жители удивлены. Если это все-таки ремонт, то почему закрыли именно эту дорогу? Ведь через Вишневку путь ощутимо выглядит хуже. Дорога в некоторых местах практически отсутствует. Автомобили подпрыгивают на кочках, на медленной скорости убивают свои подвески, едва не врезаясь друг в друга от нехватки места. Здесь же, на этом участке, ходит и общественный транспорт. По словам местных жителей, путь тернист. И если ехать по этой дороге на протяжении 6 километров, то приходится тратить на полчаса больше, чем по той, которая уже стала родной для местных жителей. Очевидно, что здесь покрытие дороги намного лучше. Сейчас, чтобы понять ситуацию до конца, по каким же причинам перегородили эту дорогу и запретили въезд на нее, мы ждем комментарии от администрации города. В ближайшее время мы более развернуто обсудим эту тему. В Рязани полицейские задержали участников организованной группы, наладившей производство и реализацию фальсифицированного алкоголя в регионе. Сотрудники ОМВД при силовой поддержке бойцов ОМОН пресекли в двух складских помещениях, расположенных на окраине Рязани, деятельность подпольных цехов по производству контрафактной алкогольной продукции под маркой известных брендов. В ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали 10 участников организованной группы, подозреваемых в производстве и реализации фальсификата через торговые точки Рязани и области. По предварительным данным, подозреваемые занимались незаконным оборотом алкогольной продукции – водки, коньяка, виски, вино, шампанского – в течение длительного периода. Полицейские установили адреса складских помещений и торговых точек, в которых изготавливалась и продавалась поддельная продукция. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены цеха, в которых осуществлялся полный цикл изготовления контрафактной спиртосодержащей продукции, начиная от наклеивания на бутылки поддельных федеральных марок акцизного сбора, разлива алкоголя и заканчивая отправкой готовой продукции для дальнейшей реализации. При проведении обысков сотрудники полиции изъяли всю готовую продукцию – более 15 тонн фальсифицированного алкоголя, 14 тонн спирта, 65 палетов старой, 3 рулона поддельных, специальных марок, 40 коробок с крышками, 50 рулонов с этикетками, а также денежные средства на сумму более 16 миллионов рублей. В настоящее время полицейские устанавливают все каналы распространения и реализации фальсификата. В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела. Злоумышленники задержаны, решается вопрос о дальнейшем избрании, в отношении них мера пресечения в виде содержания под стражей. И еще один материал от рязанских полицейских. На прошлой неделе произошел весьма неприятный инцидент. Неизвестный несколько раз выстрелил в доску почета на площади Победы. На днях злоумышленника задержали. Анна Герцовская расскажет подробности. За вечным огнем на площади Победы расположены портреты отличившихся в своей отрасли людей нашего региона. Областная доска почета, как выяснилось, была повреждена одним из рязанцев. Для совершения противоправных действий был выбран один-единственный портрет. Он сильно поврежден. На стекле видны дырки, сколы, крошки стекла провалились вовнутрь. Полицейские установили, что к повреждению стекла одного из портретов областной доски почета причастен ранее судимый за кражу и угрозу убийством 33-летний рязанец. Нарушитель объяснил свой поступок тем, что трижды выстрелил по изображению без особых на то причин, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Противоправное действие было совершено при помощи пневматического пистолета, который принадлежал злоумышленнику. Сейчас оружие изъято. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях, уничтожении или повреждении чужого имущества. За повреждение доски почета злоумышленнику грозит штраф до 500 рублей. Летом на такие работы, как вывоз мусора, необходимо обращать особое внимание. Ведь стоит лишь немного зазеваться, от переполненных баков тут же начинает доноситься соответствующий запах и обосновывается неприятная живность. Врезание эту проблему в теплый период можно назвать постоянной. Во многих районах такая услуга, как вывоз мусора, должным образом не оказывается. Где именно, расскажет Наталья Новикова. Тема санитарного состояния нашего родного города неисчерпаема. Как минимум на практике любой житель города может стать жертвой ближайшей помойки. Зачастую банально отсутствует адекватная организация вывоза мусора, а вот банального русского авосью сколько угодно. Жители дома номер 2В на улице Щерса жалуются, что мало того, в их дворе помойка практически всегда переполнена и ароматом разлагающихся отходов привычно дышит весь двор. Еще и страдает детская площадка, находящаяся в непосредственной близости. Ветер разносит мусор аккурат в руки и под ноги детей, для которых, кстати, во дворе все очень замечательно обустроено. Контейнер, он наклонен, почему-то вот так скос у него сюда, и ветром выдувает все. И как сейчас такое бывает? Постоянно. Ну вот сейчас не пахнет. Насчет запаха не знаю, но вот как ветер, так мусор весь на площадке. И по всему двору разлетается. А убирают часто контейнер? Ну вот вы видите сейчас в каком состоянии. Он всегда такой. Ну понедельник, может день тяжелый. Не знаю, никаких нет дней. То есть всегда так, да? Буквально перед приездом нашей съемочной группы детская площадка была убрана кем-то заботливым. А вот достучаться до управляющей компании и навести порядок навсегда, говорят, не получается. На Первомайском проспекте 58, корпус 1, выглядит все куда красочней. Настоящее поле чудес. Подъезд к свалке разрыт. Вот уже несколько дней ведутся ремонтные работы. В итоге мусор просто физически невозможно вывезти. Конечно, неприятно это все пахнет и не проехать здесь с колясками. И дети здесь играют. Конечно, никто не убирается. Наверное, никому не нужно. Местные жители радуются ароматом. Впрочем, настроены весьма позитивно. По словам жительницы ближайшего дома, ремонтные работы ведутся весьма интенсивно. И предстоящая перед нашими взорами разрытая картина – уже прогресс по сравнению с тем, что было. Каждый год копают здесь, до конца ничего не доделывают. Вот не знаю теперь. Но сделали, вот видите, заваливают, все сделают. Я думаю, и дорогу нам сделают. И мусор, вот те контейнеры уже выгрузили. Теперь, ну, мне кажется, это, конечно, вонища невозможная. А давно не убирали? Ну, как тут убирать? Тут же машины-то, они же громоздкие. Вы видели, какие машины-то? Страсть, как она отсюда проедет? Она отсюда не вылезет, да после дождя-то, который вот убирает мусоровоз. Конечно, они это самое. Но теперь, я думаю, вот на этой неделе сделают нам. Конечно, хочется надеяться, что проблемы с помойками, свалками и горами мусора в нашем городе когда-нибудь будут решены. И не так уж и просто самостоятельно противостоять злостным грязнулям, портящим светлый образ нашего и других российских городов. А вот начать с малого, не бросать мусор самим, всегда можно попробовать. Ведь чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят. Излюбленным местом отдыха для многих рязанцев и гостей нашего региона является поселок Солочи. Детские лагеря, база отдыха, лес, реки – все это на протяжении долгих лет привлекало людей. Солочи принято считать курортным поселком. Однако, в последнее время местные жители склонны с этим не соглашаться. Они считают, что в настоящее время по ряду причин в полной мере курортом это место не назовешь. В частности, их беспокоит состояние одной из рек, протекающих в поселке. Обо всем подробнее в следующем материале. Река Солочи протекает по Рязанскому и Рыбновскому районам Рязанской области. Ее длина составляет 25 километров. Когда-то берега реки были излюбленным местом отдыха гостей и жителей региона. Граждане, проживающие в Солочи, вспоминают, как летом, полежав на пляже, они могли пройтись вдоль берега, подняться в магазин или кафе, поесть, спуститься вновь к воде. Теперь здесь нет ни души, место стало абсолютно диким. Река очень быстро начала зарастать водорослями и травой. Местные жители обеспокоены ее состоянием. Раньше здесь, конечно, было здорово. Речка полностью вся функционировала. Плавали лодочки отдыхающие, дети, взрослые купались. Здесь непосредственно находилась лодочная станция от поселка Солочи. Далее там Домодовская лодочная станция, берег. Здесь был свободно везде подойти, искупаться можно. Родники были даже с чистейшей водичкой. Это то, что осталось от лодочной станции. Когда-то здесь были катамараны, лодки. Рязанцы могли приехать и отдохнуть здесь. Весь берег реки представлял собой хороший пляж, на котором отдыхали люди. Теперь подходы к реке можно встретить редко. Они заполняются растениями. По берегам тонкими струйками текут родники. По этой причине почва рядом с рекой становится влажной, болотистой. Все это происходит на одной из главных рек – курортного поселка Солочи. Сейчас в основном все ездят уже в Ласково, на озера. Там хоть, слава богу, озера. Но это, конечно, несерьезно. Чтобы искупаться, приходится, так сказать, платить. Раньше я прошел пять минут, я в реке искупал стаж пять минут. И опять я готов к трудовой обороне. А в данной, конечно, ситуации сейчас плачевно. Раньше при заходе в речку тут был песок. Теперь со дна можно поднять. В основном только ил, всякие корни и ветки. Сами местные жители говорят, что, купаясь в этой речке, они вылезают из нее в основном в тине и в рязке. Местные жители считают, что решить проблему заболачивания реки Солочи просто необходимо. Тогда люди, как и раньше, смогут проводить здесь время. Легко заходить в воду, купаться, ходить на рыбалку. Они считают, что с помощью современных технологий можно решить эту проблему. Вырвать растения, осушить берега. Пока сделать это еще не так трудно. Ведь возможно, что в скором времени река уже полностью превратится в сплошное болото. Если же проблема решится, тогда и часть отдыхающих на озерах Власково смогут переместиться сюда. Людям на пляжах будет свободнее и комфортнее отдыхать. Последние пару месяцев интернет и СМИ трубили новостью о распуске сборной России по футболу. Не это ли повод задуматься, что новое поколение футболистов необходимо воспитывать более качественно на любви к спорту? Тренеры юниорских команд подошли к этому вопросу ответственно. Кстати, уже в минувшие выходные команда юниоры Рязани, в состав которой входят ребята от 5 до 7 лет, впервые отправились в Калугу на открытый чемпионат, где поборолись за чемпионство еще с семью командами-участницами. Там же побывала и наша съемочная группа. Вот так для юных рязанских футболистов начался их первый турнир. Жизнь у них в футболе только начинается, надеюсь, и кого-то в будущем мы увидим или в командах премьер-лини. Хотелось бы, конечно, и сборной России. Для команды юниор Рязань это первый футбольный форум такого уровня. Но, несмотря на ранг дебютанта таких соревнований, ребята выглядели очень убедительно. В своем первом матче рязанцы с крупным счетом обыграли сверстников из Калуги. Во втором матче в упорной борьбе юниоры нашего города взяли верх над командой «Основа» из Твери. Групповой этап, где все участники играли по три матча, команда «Юниор» Рязань закончила на втором месте, проиграв очень сильному сопернику, завсегдатая ему медалисту таких соревнований команде из Донского. Тем самым получив право побороться за главный приз турнира. В четверку полуфиналистов также вошли команды из Калуги, Тулы и Донского. Главная задача в таком возрасте это привить любовь к футболу, для того чтобы в дальнейшем они могли бы по-серьезному к этому относиться. И у некоторых со временем это была бы даже уже профессия. По итогам полуфинального матча и матча за третье место рязанские футболисты стали четвертыми. Ребята показали отличную игру, за пять месяцев, я считаю, проделали хорошую работу. Вот, мы в первой четверке, чуть-чуть не повезло за третье. Теплыми словами поддержал юных футболистов бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов. Так, хочу пожелать вам здоровья, удачи и любви в футболе. Чтобы вы любили именно футбол, а не себя в футболе. И у вас все будет хорошо. Большим успехом можно назвать то, что лучшим вратарем турнира признан воспитанник школы вратарей, юниора Никита Ионов. Молодец! Молодец! Никита, ну с тобой! По словам главного тренера команды и юных футболистов, форум удался. Слишком хорошо. Насколько понравилось? Намного. На сто процентов. Хорошо, стильно. Сильно, хорошо. Очень большое достижение и даже великолепно, можно сказать. И возможно, это станет для них первым шагом на пути в большой футбол. На сегодня это все новости. Я и мои коллеги прощаемся со зрителями до завтра. Желаем приятного продолжения вечера. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова